Я, Сараегин Эдик, вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. 19 мая 1922-го принято решение о создании пионерских отрядов. Тысячи школьников из года в год дают торжественное обещание. На протяжении 99 лет в праздничной обстановке ребятам повязывают галстук на шею. И сегодня история повторяется, но в главных ролях уже другие лица. Праздничный день мы торжественно принимаем в ряды Белорусской республиканской пионерской организации лучших ребят. К ритуалу повязывания галстуков приготовиться. К торжественному обещанию смирно. У Леры Шикуть большой праздник. Совсем скоро в свои 10 она станет частью одной из самых больших общественных организаций, которая поддерживает детские и молодежные инициативы. Девочка трепетно держит в руках красно-зеленый галстук. Он памятный момент истории. Я пришла, чтобы посвятиться в пионеры. Какие у тебя вообще эмоции по этому поводу? Ну, как бы особые. Потому что ты понимаешь, что ты вступаешь в какую-то частичку мира. В День пионерской дружбы в Центре доп. образования детей и молодежи многолюдно. Почти 600 школьников готовятся произнести клятву и повязать на шею красно-зеленый галстук. Главное направление пионерии – это гражданское патриотическое воспитание. Сегодня мы вспоминаем историю, вспоминаем пионеров-героев, чтим их память. Обновленная пионерия сохранила свои положительные черты – воспитание преданности Родине, верности идеалам добра и справедливости. Буквально в следующем году мы будем отмечать столетие пионерской организации. Поэтому к этому празднику готовятся заранее. В 2019-м у организации появился талисман «Рысенок-огонек» и общий слоган «Пионерия – территория детства». БРПО в постоянном поиске актуальных интересных форм и методов работы с детьми. Однако с особым трепетом здесь относятся и к традициям. Например, удалось сохранить игру «Зорница» для пионеров и «Зорничка» для «Октябрят». Проходит она традиционно в воинских частях. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.